Так или иначе, забота о мозге, его состоянии и развитии – задача на всю жизнь. Только во взрослом состоянии мы заботимся о себе сами, несем ответственность за свое питание, образ жизни. А вот дети за себя – не ответчики. Родители должны подумать о правильно заложенных правильных привычках и о питании, и, конечно, о развитии. Вашему вниманию еще одна развивающая игра. Помните сказку про маленькую принцессу, которой нельзя было в руки брать острые предметы. Но однажды, уколов пальчик, она уснула на целых сто лет. Так вот, для маленьких принцесс Вячеслав Воскобович придумал игру, которая называется «Шнур за тени». Деревянный планшет с отверстиями и, конечно, главные помощники – шнурки. Для удобства на одном конце шнурка сделайте узелок, чтобы у ваших маленьких помощников шнурок не убегал. Наш шнурок умеет появляться из норки, он может нырнуть обратно в норку. И таким способом вы вместе со своими маленькими помощниками выучите простейшие швы. А ребенок научится правильно ориентироваться в пространстве, узнавать, где право, лево, вверх, вниз. Под диктовку выполнять разного уровня графические диктанты. С помощью шнура за теника можно учиться составлять первые свои буквы, из них замечательные слова, а также цифры или решать настоящие задачи.